Главный день Ставропольского края в Совете Федерации. Сегодня в Москве подвели итоги визита нашей делегации в Верхнюю Палату Парламента России. Зачем туда привезли утят? Сколько килограммов ставропольских яблок съели сенаторы за три дня? На какой стадии находится строительство дороги из Кисловодска в Сочи? И за что Валентина Матвиенко похвалила власти Ставрополья? В сюжете Сергея Надеяна с места событий. Вот так громко с «Катюши» началось сегодняшнее утро дня Ставропольского края в Совете Федерации. Здесь в холле здания выступает оркестр ВДВ из города Ставрополя. Но эта композиция ни в коей мере не должна настраивать на расслабляющий лад, потому что впереди работы еще очень много. И буквально через несколько минут первая встреча. Валентина Ивановна Матвиенко пообщается с губернатором Ставрополя Владимиром Владимировым. Положительный опыт субъектов после таких дней всегда стараются транслировать на другие субъекты. Наш край, отметила Матвиенко, на двухсторонней встрече очень важен для России. Общая и первоочередная задача руководства края и Совета Федерации сделать Кисловодск образцово-показательным курортом. Ну а в завершение встречи губернатор Ставрополя подвел некоторые итоги года. В плане и большие задачи возложены на руководство края. Поэтому просила бы вас, понимая, что проблем много и в других городах, и в других районах. Правильно, раз уж мы взялись за Кисловодск, надо сделать его образцово-показательным курортом, чтобы сделать это он для других. А тем временем все уже готово к выставке. Здесь площадка построена еще позавчера, но сегодня дорабатывается. К примеру, привезли вот таких маленьких очаровательных птичек. И здесь можно просмотреть, как она эволюционирует до вот такого замечательного и, наверное, вкусного создания. И вот уже губернатор Ставрополя Владимир Владимиров проводит экскурсию по выставке для Валентины Ивановны Матвиенко. Попробуем подслушать, о чем идет речь. У нас мы представляли золотую осень, у нас шикарные урожаи сегодня озимых культур. С этого поля убрали краснодарские сорта совместно с нашими по 80 центнеров в гектарах. 85% сегодня остаются в Ставропольском крае. Мы ведущий разработчик систем безопасности в России, поставщик ФСБ, МВД, Министерство обороны. Это не вы там хакерством занимались? Извините. Хотелось бы, но не мы. 50% у нас оборота по сигналным структурам, это наша компания из Ставрополя делает в России. И так на уровне конкурентам? Даже несколько выше. Вот, допустим, датчик здесь не видно. Мы разработали датчик четко по политике импортозамещения. Германия отказала нам в поставке, и вся Россия осталась без датчиков на 24 гигагерца. Мы сделали за год, сами полностью с нуля. Час Ставропольского края на пленарном заседании в Совете Федерации начался с демонстрации фильма о Ставрополе, после чего слово взял губернатор Владимир Владимиров. Он в очередной раз поблагодарил Совет за внимание, оказанное городу-курорту, в частности, напомнив о подписании проекта развития Кисловодска. После губернатор подвел некоторые итоги и перешел к проблемам. Это проблема зависимости экономики Ставропольского края от тарифа на электроэнергию. Мы входим в Северокавказский федеральный округ и сравниваем тариф по электроэнергии по Северному Кавказу. Фактически в два раза Ставрополь платит, каждый ставропольчан платит больше, чем другие представители Северного Кавказа. Для примера приведу стоимость сегодня электроэнергии на 4 рубля 36 копеек, в среднем по Кавказу 2 рубля 34 копейки. Газ мы платим 5 рубля 16 копеек за кубометр, в среднем по Кавказу это 2,34, также 2,19. Это большое ограничение, которое сегодня не позволяет нам наращивать инвестиционный потенциал. Мы выходили с инициативой, сейчас выходим с инициативой об распространении особого режима действования рынка электроэнергии на Кавказе, распространительства в Северопольских краях. Следующая проблема это ускоренная амортизация федеральной льготы, что лишает наш край и другие субъекты части налогов на прибыль. После Владимир Владимиров вновь перешел к Кавказским минеральным водам. Он заговорил о том, что нужна зона беспошлиной торговли, что нужно развитие развлекательной части курорта и, возможно, строительство игорной зоны на территории Кавказских минеральных вод. Вспомнил губернатор и о проекте трассы между Кисловодском и Сочи. Всего лишь 250 километров, причем осталось достроить всего 95 километров через два перевала. Мы уверены, что это увеличит на как минимум 6 миллионов человек посещаемость наших курортов. Председатель Ставропольской краевой думы Геннадий Ягубов начал свое выступление с приоритетов, которые стоят перед законодательным органом Ставрополья. Несмотря на сложность формирования доходной части бюджета, нам удалось сохранить абсолютно все меры социальной поддержки населения. И мы считаем, что инвестиции в человека – одно из приоритетных направлений государственной политики и в нашей работе. После слова взяла председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Она отметила опыт Ставрополья, который может быть применен и в других субъектах. Особо хочу отметить заботу о семьях с детьми. Отсутствует очередь в детские сады. Многодетным семьям выделяются бесплатные земельные участки под жилищное строительство, путевки в детские оздоровительные учреждения, компенсируются затраты на приобретение школьной формы. Основной итог дней Ставропольского края в Совете Федерации, как отмечает наша делегация, это то внимание, которое было оказано нам на столь высоком уровне. В частности, все вопросы и проблемы, которые были затронуты во время работы комитетов, были внесены в итоговое постановление, которое после некоторой доработки будет подписано и запущено в действие. Ну и еще один такой чуть менее серьезный итог. Во время работы ярмарки было съедено полторы тонны яблок, а значит Ставрополь и это еще и вкусно. Сергей Надин, Владимир Ходорев, Москва, Своё ТВ.